всем привет мы с вами находимся в цехадзоре в армении в этом ролике я вам немножко расскажу про него есть есть пять или шесть подъемников сейчас они все включены но они странные вот это вот это мы сейчас находимся на нулевом уровне сейчас поедем вверх на самый верх но не странно не сейчас эти подъемники запустили только без лыж а четырехкресельный четырехкресельный там уже с лыжами очередюха немереная сегодня у нас какое число третье число 3 января вот уже стоим минут 15-20 ждем пока все это дело рассосется билет стоит одноразовый 2000 грамм это по-нашему пока 240 рублей на 10 подъемов стоит 10000 то бишь 1200 а на 25 на весь день стоит 12000 это 1000 1500 лет на 1 и 2 надо умножать тогда будет примерный порядок цен чтобы знали но это здесь такая чередюхи дальше там будет полегче мы на первое не не опускаемся на три дня можно взять от за 35 тысяч драм там тоже ограничение по 75 75 подъемов но они тоже хитрые у них есть на 10 подъемов это выкатывается легко за день есть на 25 который очень сложно выкатать потому что подниматься порядка 40 минут три уровня поэтому но нереально у у меня получилось получается максимум четыре подъема в час соответственно что трудом выкатывает и если с утра до вечера кататься ладно сейчас сядем на склон поедем и там уже поподробнее дальше буду говорить до 30 они 25 кто-то я думаю до 30 подъем поехали ну да прошлый раз говорили нам 25 кто так далеко уехал сели простояли час в очереди ребят вот это значит у нас первая трасса да она еще не окончена но очень интересно все лыжи поцарапал да там черно-то участка сегодня чем земля только черный виднее да ты по нему ездишь а этот а это я не знаю это через вверх то а там а то не работает работа там вчера работал ног если заработать съезжу покажу заканчивается первая линия у нас сейчас мы немножко прокатимся 70 метров и пойдем на вторую на второй уровень трассы отрачены а на тревом еще горка как арат рачи надо от раз он видишь можно со второй сюда уходить не раскатаны это время да нет никого вы будете срезать или еще на низ повеете подавая прямо прямо и налево я за тобой правее а я здесь она длинная ребят не забудьте кто поедет справа чтоб крылом не задело при повороте так она хочет и уходит небольшой уклончик я крепление не затягиваю чтобы не пережимать лишний раз ноги вот это вот которые первое там который только без лыж можно здесь уже никого поехали про что а я цифире смотри даже не устанта русский написано поехали ой скользко то как пластик заскользил меня вперед закрывать кто нибудь нас это вот третий 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 трасса до это номер два на третий 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 она как бы не дато точно вторая 3 она вот туда и уходит там есть пабличка поворота но она астровец а я даже не видел это вчера заглянула она интереса там протрава торчит из синие до считается хотя одессе них условное значение для меня они все здесь синие Это для тебя, я вижу разницу между моей синей и твоей красной. А вот эта трасса какая? Это президентская трасса. Вот эта? Вот этот подъемник, который ведет туда. Вот у нее красный участок, это видимо вот этот как раз крутой. А остальное все там синее. Ага, ну это я потом... А, нет, вру, это не президентская. Президентская тогда? Да, я не знаю, как называется. Та это с верхнего подъемника, оно тоже синее. С черным, с одним. В общем, непонятно. В самом деле вот эту синюю можно и зеленую даже назвать. Я бы сказала, что она не особо круче, чем с врачами, зеленая была. То есть такая же, только верхний участок покруче. А внизу так же, как с врачами. Ну они тогда тоже пускали, но они не включены были, не работали. Вчера там народ катался. Вон, видишь, сейчас катается. Там наверху на холме такая толпа тут сила. Так на холме-то они могли с верхнего уровня по хребту спускаться по черной трассе. По девятке. Вот там. Ну я потом наверх сам не поеду, сейчас покажу. Ладно, пока прерываюсь. Очередь влезть, говорит, мне только купить одноразовый автобилет. Все еще едем на втором уровне. Вот эта вот президентская трасса. Она спускается вниз до самого конца, до начала, скажем так, между вторым и третьим уровнем начинается. Сегодня хорошо, сегодня прератрачено. Но морозно, да? Морозно. Я там внизу запарился, а сейчас я уже так не пожалел, что две фриски надел. Нос, а ты балакла, где твои? Да я не сняла, внизу-то жарко было. Ну, у нас-то тоже что-то начало. Ну, опять одевать. А, нет. Может быть, арараты не будут едем сегодня. Ну да, там какие-то облака. Облака пусте стелятся. Все равно там красиво будет наверху снег облака. Ну да. Вообще, больше зависит от того, если над араратом облака. Если там нет, может, и увидим. Эти-то проплывают. Уже не все небо закрывает. Подъезжаем к концу второй очереди. Ветра вообще нету. Отлично. Это редкость для этих мест. Что, уже поднимаем? Дачки. Дачки, я торопилась, я этот домик с тем перепутала. Домик с тем перепутала. Отличная погода. Просто глаз радуется. Это вот ресторан. Мы туда не ходили. Мы ходим между первым и вторым уровнем там. Здесь пишут 2,485. Мы с вами проедем дальше. А потом я сделаю обзор по каждой трассе. Спущусь. Сейчас на третий поднимемся и расскажу про черную трассу, где можно кататься без этого. Поднимаем? Вон там ружья на черную трассу. Ну все, давай, уйдите тогда. Шестая трасса туда уходит. Подождем Леху, поедем с Лехой. Леха, ты едешь? Все оборудованы лифтами, экскалаторами вернее, а не лифтами. Эту штучку мы опустим. Вот так вот. Устраиваемся поудобней. Потому что ехать около 15 минут. Вот эта вот трасса, которая спускается. Ну, отлично. Все скоростные. Я, правда, еще не ездил. Но, судя по качеству склона, должно быть идеально подобрано. Палочки поменяю. Черная трасса идет от самого верхнего подъемника вдоль хребта. Вон, видите, несколько человек едет. Спускается. Но я что-то попытался по целене проехать. Лыжи не держат, они не для этих целей. Поэтому там в основном бордисты. Либо тех, у кого лыжи целинные. И вот едете, спускаетесь. Туда, к тому подъемнику вниз до упора. Вот, озеро Сиван видно сегодня. Солнечный день. Вообще все хорошо. Ветра нет. Вообще удивительно. Даже здесь. В прошлый раз я мерз, как сутцы. Здесь было все в снегу. Вчера был вообще снегопад. Снежная буря, я бы сказал. Сегодня вообще идеальная погода. Идеально. Ладно, подъедем повыше. Дальше буду... Поднимаемся повыше. Мы уже у вершины 3-го подъемника. Подъемника самый высокий. Здесь дует небольшой ветер. Но пронизывающий. Все-таки ночью минус 8, здесь минус 5. Я так предполагаю. Здесь горы настолько пологие. Если когда нет камней, ну вернее, когда много снега, не видно камней, то можно кататься. Вот это вот ратрачная трасса основная. А это целинная. У которой можно спуститься до самого низа. Может, действительно, там 7 километров и будет. Озеро Силан еще виднее отсюда. Вот есть такая беда, что сильные ветра издувают весь снег. И становится на Насте неудобно кататься. Есть пару мест, где угол приличный. Ну, а любители пощекотать себе нервы могут по этому склону. Хотя здесь люди, бетонные столбы с арматурами прям торчат. Так что здесь надо поаккуратнее и все смотреть. Внимательно наблюдать за всем этим. Высота порядка 2800. Так, мы подъезжаем с вами. Готовится. Вон, лыжи у них, конечно, там целинные, нормальные. Держит нас хорошо. А здесь красота, ребята. Сейчас я иду смотреть, видно ли гору Арарат. Я знаю, я просто хотел посмотреть гору Арарат. Видно? Нет. Ее отсюда не видно. Все-таки дымка не дает. Но низкие облака очень красиво. Все, ребята. Вот мы с вами прокатились на подъемниках цехотзоре. Дальше я сделаю обзорчики по коже и трассе. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.